Самарские новости спорта Мы все игру держали, и рисунок был, и ритм был. Забей свои мячи, причем там атаки были подготовленные, нормальные. Забей 2-3 мяча, и она по-другому пошла. Больше других в составе москвичей отличился форвард Сергей Торопов, который в прошлом сезоне играл за самарскую команду. Он стал самым результативным игроком во встрече, набрав 25 очков. Хотел победить, конечно, что-то и для себя доказать, и кому-то еще, может быть. У нас сейчас в команде немного такое время, что нужны победы, и они даются очень тяжело. С трудом далась победа в тот вечер и волжской команде. На последней минуте у Самары было преимущество 8 очков, которые баскетболисты едва не растеряли. Если команды, игроки сами не будут настраиваться на вот такие матчи, то в плей-оффе будет очень тяжело. Прежде всего, это настрой. А не так ждать, что вот сейчас игра закончится, мы выиграем. В регулярном чемпионате у самарцев остались три выездные встречи. В Рязани, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Волжане сейчас на третьем месте в турнирной таблице, и всего на одну победу отстают от лидеров из Новосибирска. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok